Добрый день, с вами сегодня Виктор Коробкин, Рынзочный Мой Талисман. В прошлом фильме, ребята, я показал вам мои подставочки вот такие вот. Сегодня я хочу показать, как я их делаю и что это за материал. Меня спрашивали, друзья, с чего ты брал, поэтому я держу у меня ваше время не долго. Покажу вам. Я покупал бы такой вот материал для подвески там потолку, не знаю, вешалок там, обрабатываю это всевозможных работ монтажных. Вот такие проволоки, они разные длины. Вот я брал такой и такой. Видите, у меня остались там на даче я делал. И, соответственно, с них я вот и делал, чтобы не искать где-то остальную эту проволоку. Кусать ее, выгибать, она очень тяжела. А вот такие вещи очень удобные. Вот я купил уже готовые стандартные размеры. А как я делал, я сейчас покажу на ваших глазах. Простые плоскорубцы и вот эта проволока. Единственное, что у меня тут выскочила чуть-чуть эта штучка. Так, показываю. Вот простой. Видите, даже еще с саником. Саник обрываем. Собственно, плоскорубцами надо отогнуть. Здесь отгибаем, здесь отгибаем. Получается вот такого плана. Соответственно, если немножко, как я вот чуть-чуть надо выровнять. Так, и как можно ближе к этому. Вот так. О, сжары и чуть-чуть выгнали. Ну, это я показываю быстро, чтобы вы видите. Видите? И здесь происходит заточка. На ваших глазах плоскорубцы такая проволока. И получается такая подставочка. Хотите, значит, больше здесь возьмите. Хотите больше сделать ключочек, значит, выгните. Мало того, что скажу еще. Если ключочек маленький, вы хотите, чтобы было подлиннее, можно одеть в коробе виниловую трубочку. Она будет вот так. И будет удобнее даже, потому что я буду на некоторых одевать. Я не делаю эту большую. Почему? Потому что в удочку не царапать, а не бить ее. А хорминилую трубочку можно сверху одеть на эту проволочку. И она будет всегда удобно снимать удочку с нее. Вот это еще такой вот вариант, который это стоит. Точно так же делаю И вот эту плоскорубцами. То есть показывают так же самое для начинающих. Рыбаков может кто-то, мальчишек, будет делать. Сложного ничего нет. Габрованы. Ну, у кого-то есть другой инструмент, я не знаю. Я покажу, как я делаю. Плоскорубцами. Вот, окно, отогнули крючочек. На расстоянии. Ну, где-то вот такое, смотрю, какой у нас. От опухол будочки надо зависеть от диаметра. Значит, смотрим, ну, 2-3 сантиметра отбиваешь. Так же загибаешь. Крючок разгибаем. Мы это немножко больше взял, но как вариант. Вот подвамка телескопическая удочка будет. То есть непосредственно ширина удочки в конце достаточно для того, чтобы держала. А длине здесь не надо. Ну, кто хочет, может, подлиннее, кто нет. Опять-таки можно планировую трубочку, чтобы не срапать удочку. Сверху одевается. Здесь идет либо наждак, заточка идет, вот как я делал. Видите, здесь устроен кончик. Либо напильник обыкновенный напильник. Я напильником работал, он даже руку просто себе растер. Но ничего, полезно, приятно поработать, вспомнить. Вот, друзья мои, краткая информация о материале, который меня пользовался для делать вот эти подставки. Они точно так же делаются, выгибаются, как и вот эти маленькие. Я уже не буду показывать, потому что на ваши глаза все показал. Простые плоскозуцы, больше ничего не надо. А вот то, что продается у нас в магазинах. Этот материал еще я буду показывать в других фильмах. Очень удобно использовать его. Мне он подходит, нравится. Пробода, конечно, хорошая, остальная. Подходит для работы, то есть выгибать. Получаются такие прекрасные вещи, которыми можно пользоваться. Так же самое просто можно взять, ничего не выгибая, просто заточить. Вот вам уже, пожалуйста, кулышек для палатки. Кулышек для палатки. Сегодня кулышки для палатки, поверьте, будет дороже стоить 4 штуки. Еще возьмите вот эти 4 штуки. И заточите сами. Если не верите, займите в магазин и посмотрите. Я уже интересовался. Так что вот на сегодня, друзья, все. Это дополнение фильма к тому, что я показал предыдущий. Фильм 2, как говорится. Как делал, чтобы было всем доступно. Ну и кому-то, если пригодится, мне будет все очень приятно. С вами был сегодня Виктор Коробкин. Удачи вам на рыбалке. До следующих встреч.